Сегодня у нас чтение мы начинаем с 23 главы, глава 23 книги «Деяния» и читает Марина Кузнецова. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я с сею доброю совестью жил пред Богом до сего дня. И раз священник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Пристоящее же сказали, «Первосвященника Божия поносишь». Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующая в народе в твоем не злословии». Узнав же Павел, что тут одна часть идукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, «Мужи и братья, я, я фарисей, сын фарисеев, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла расприя между фарисеями и седукеями, и собрание разделилось. Ибо седукея говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Делался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря, «Ничего худзого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорит ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличивался, тот тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам войти в сайте, взять его из среды их и отвезти в крепость. В следующую ночь Господь, явившись, ему сказал, «Дерзай, Павел, его как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». В наступлении дня, который иудеи сделали умысел и заклялись не есть, не пить, доколе не убьют Павла. Было же более сорока, делавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, «Мы, клятвуя, заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла». «Итак, ныне же вы, сенендрёном, дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нём. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Услышав о сём умысле, сын сестры Павловой пришёл и, войдя в крепость, уведомил Павлу. Павел же, призав одного из сотников, сказал, «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тогда, взяв его, привёл к тысяченачальнику и сказал, «Бузник Павел, призывав меня, просил отвезти к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку, отойдя с ним в сторону, спрашивал, «Что такое имеешь, что сказать мне?» Он отвечал, что эти иудеи согласились спросить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла к Летсиндрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нём. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более сорока человек, из них, которые заклялись не есть, не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения. Тогда тысяченачальник отпустил юношу, потому что сказал, «Никому не говори, что ты объявил мне это». И, призвав двух стоятников, сказал, «Приготовьте мне воинов, пеших двести, конных семьдесят, и стрелков двести, чтобы с третьего часа ночи шли к Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы посадив Павла, перепроводить его к правителю Феликсу». Написал и письмо в следующее содержание. «Клавде Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Всего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с войнами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвинили его, привел его в Синентриун. И нашел его, что его обвиняет в спорных мнениях, касающихся закона их, что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. «И как до меня дошло, что иудеи зло умышляют на этого человека, его немедленно послал, его к тебе привязал, и обвинителям говорить на него пред тобою, будь здоров». Так воины, по данному им приказанию, взяли Павла, повели ночью в Антипатриду. А на другой день, представив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письма правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, с какой он области, и узнав, что из Киликии, сказал, «Я выслушу тебя, когда явятся твои обвинители». И повелел ему быть под стражу и родовой притории. Глава 24 читает «Любовь подрез». Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с неким ритором Тартулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тартул начал обвинять его, говоря, «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему почти попечению, преобразованиями на благо этого народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением. Найдя этого человека язвой общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими во Вселенной и представителем Назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм. Мы взяли его и хотели судить его по вашему закону, по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобравшись, узнать от него обо всем том, о чем мы обвиняем его. Иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ этот, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более двадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения. И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение. И не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках. Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Поэтому и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостину народу моему и приношение. При этом нашли меня очистившегося в храме не с народом и не с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тобой и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть эти самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только что одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами. Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав, рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении. А Павло приказал сотнику стеречь, но не стесняясь его и не запрещать никому из его ближних служить ему, как приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с друзилой женой своей иудейкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, теперь пойди, когда найду время, позову тебя. При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет Феликса сменил Порсей, Фест, желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Глава 25 читает Надежда Новикова. Фест прибыл в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Когда первосвященник и знатнейшие иудеи явились к нему жаловуя на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость и вызвал его в Иерусалим. И злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии как в страже, и что он сам скоро отправится туда. И так, сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною. И если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию и на другой день всех на судейское место повелел привезти Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи. принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал, «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал, «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимому. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть, а если ничего плохого нет, в чем те и обвиняют меня, то никто не может выдать меня им, требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, «Ты потребовал куда Кесарева?» Кесарю и отправишься. Через несколько дней царя Гриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, «Здесь есть человек, оставленный в Феррикском вузах, на которого в бытность мою в Иерусалиме, с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у Римлян нет обыкновения выдавать кого-нибудь человеком на смерть, прежде, нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести этого человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, такие я предполагал, и они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь решение этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражу до тех пор, как пришлю его к цесарю. Агриппа же сказал цесарю, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышав его. На другой день, когда Агриппа и вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию феста прием был Павел. И сказал фест, царя Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступили ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти и как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему и я не имею ничего верного написать о нем государю. Посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрению было мне что написать, ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него. Аминь. Глава 26 читает Рукшона Лещеловская. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел простерши руку стал говорить свою защиту. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводила среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по сражайшему в нашем вероисповедании и учению. А ныне я стою перед судом за надежду на обетование данное Богом от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сьютер надежду царя Агриппа обвиняет меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, я думала, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже их в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск по властью и поручениям от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, расходящее солнечное сияние, осиявшие меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говорящий мне на еврейском языке. «Сау, Сау, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна». Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и встань на ноги твои, ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты увидел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и язычника, которым Я тебе посылаю тебя. открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу и веруя в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспрятился небесному видению, но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния. За это схватили Меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сегодня остаю, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и восстав первым из мертвых возвести свет народу иудейскому язычникам. Когда Он так защищался, Фест громким голосом сказал, безумствую, Шипаев, большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Недостопочтенный Фест сказал, я не безумствую, но повторю слова истины здравого смысла, ибо знаю об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли царь Агриппа пророка, зная, что веришь, Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином, Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз. Когда он это сказал, царь и правитель Вереника сидевшие с ним встали и отойдя в сторону говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает и сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря, посему и решился правитель послать его к кесарю. Глава 27 читает Татьяна Бушуева. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию. Мы взошли на Драмницкий корабль и отправились намереваясь плыть около сийских мест. С нами был Аристарх Македоянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом Человеколюбиво, позволила ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров. И, переплыв море против Киликии и Помфилии, прибыли в мифы Ликийские. Там сотник Александрийский нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавал, плавая многие дни, и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравши же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Лосея. Но, как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом, не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться и ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть нам на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля и вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, мужи, надлежало послушать меня и не отходить открыто, чем избежали бы всех затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. В четырнадцатую были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И вымерев глубину, нашли двадцать сажен. Потом на небольшом расстоянии, вымерев опять, нашли пятнадцать сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят сбросить якори с носа. Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривает всех принять пищу, говоря, сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу, это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос головы. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Когда все ободрились и также приняли пищу, было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ, насычивши же пищей стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, которому и решились, если можно пристать с кораблем. И, подняв якори, пошли по морю и, развязав руки и, подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель, но увяз и остался недвижим, а корма разбивалась с силой волн. Волны согласились было умертвить узников, воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыв не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же спасаться кому на досках, а кому то на чем нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Глава 28 Спавшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел выбрал множество хвороства и клал на огонь, тогда эхидна, выйдя из жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек убийца. Когда его спасшегося из моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он бог. Около того места было поместье начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился, и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове имевшие болезни приходили и были исцеляемы и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове и приплыв в Сиракузы пробыли там три дня. Оттуда отплыв прибыли в Ригию и как через день подул южный ветер прибыли на второй день в Путеол где нашли братьев и были укрошены пробыть у них семь дней а потом пошли в Рим. Тамошние братья услышав о нас вышли нам навстречу до Апьево площади и трех гостиниц увидев их Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим то сотник передал узников военачальнику а Павлу позволено жить особо с воином стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев и когда они сошлись говорил им мужи братья не сделав ничего против народа или отеческих обычаев я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они судили меня хотели освободить потому что нет во мне никакой вины достойной смерти но так как иудеи противоречили то я принужден был потребовать суда у кесаря впрочем не с тем чтобы обвинить в чем-либо мой народ по этой причине я и призвал вас чтобы увидеться и поговорить с вами ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами они же сказали ему мы ни писем не получали о тебе из иудеи ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого впрочем желательно нам слышать от тебя как ты мыслишь ибо известно нам что об этом учении везде спорят и назначив ему день очень многие пришли к нему в гостиницу и он с утра до вечера излагал им учения о царстве божьем приводя свидетельства и удостоверение их об Иисусе из закона Моисеева и пророков одни убеждали словами его а другие не верили будучи же не согласны между собою они уходили когда Павел сказал следующие слова хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию пойди к народу сему и скажи слухом услышите и не уразумеете и очами смотреть будете и не увидите ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат и очи свои сомкнули да не узрят очами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их и так да будет вам известно что спасение Божие послано язычникам они услышат когда же он сказал это иудеи ушли споря между собою и жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходящих к нему проповедуя царствие Божие уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно аминь 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 вот эта вот книга которая говорит о деяниях Святого Духа через апостолов и в частности через апостола Павла который считается апостолом для язычников это как Евангелие для язычников помимо всех тех Евангелий которые мы имеем и мы уже знаем направление от Господа чтобы следующим прозвучала книга Евангелия написана именно для иудеев это Евангелие от Матфея мы тоже ее с вами прочтем все и зная о том что Господь из двух собирается сделать одно одно тело призванное Господом из язычников призванное Господом из иудеев которые соединены в одном его теле то как раз вот именно в прочтении этих двух книг из Писания мы с вами тоже совершим эту работу это слово прозвучит в атмосферу и для язычников и для народа Израиля а сейчас я хочу чтобы немножко с вами поделились у нас есть немного времени прошла неделя после того как мы с вами читали мы немножко уже говорили о том о своих переживаниях кто-то может еще что-то добавить к тому что мы с вами говорили что мы переживаем и что это действие освобождение истинного пророческого слова в атмосферу тех регионов где вы живете вообще в атмосферу земли совершает кто как это видит кто как это переживает поделитесь пожалуйста можно Оля кто первый да Надежда пожалуйста ну я хочу сказать что последняя неделя она вообще была очень насыщенная насыщенная не только эмоционально во время молитвы вот но и видениями и прям вот показанием картин глубиной молитвы получением вот откровений вот что-то такое неимоверное такое происходило в атмосфере в принципе вот Кемеровская область была первым регионом вот за молитвы за который вот у меня были вот эти ощущения прям ну как бы на физическом уровне даже ощущалось движение атмосферы и действия Духа Святого было даже порой такое впечатление что как бы я как будто как простиралась над этой территорией как будто я видела ее со стороны эту территорию вот выхватывая вот отдельные моменты и потом Господь начинал вот рисовать вот эти картины ну очень глубокое чувство очень глубокое погружение такое и хочется еще и еще и еще как бы вот этого состояния вот это чувствование этого вот вообще это очень здорово и на физическом уровне на эмоциональном вот и как бы на духовном я просто чувствую что такой толчок продвижение еще я как бы подумала не связано ли это вот с освобождением с изменением атмосферы то что вот мы на втором классе проходим как бы вот воедино меня как бы увяжалось это что освобождение от ус от изменения и вот вот это как бы пошло в пророчестве движения вот так у меня спасибо всего надо Ольга можно мысль одну да пожалуйста Максим скажу что это как идея у меня потому что хочу самостоятельно даже ее обмыслить обдумать промолить в общем идея такая пришла я лично верю что Господь подсказал вот проповедуется же обычно то что пережил сам так вот почему бы во время молитвы за те или иные территории не читать в духе то или иное слово как бы проповедуя данному региону я бы даже сказал учитывая что написано что свидетельство Иисусова то бишь Писание это дух пророчества что все Писание вообще это пророчество слово то намного легче будет вообще пророчествовать волю Божью в жизни тех регионов за которые мы молимся ну вот коротко вот так вот спасибо уместно уместно конечно читать пророческое слово над территориями но мы еще с вами обладатели дара пророческое слово это свежее пророческое слово мы уже говорили о том что деяние святого духа в нас в людях современных людях живущих в это время оно продолжается оно не закончилось и у Господа всегда есть свежее слово свежее видение это очень ценный дар это очень ценный дар получать свежее пророческое слово хотя уместно и чтение основного писания которое мы держим в руках как Библию спасибо Максим еще у кого-то есть ремарка можно мне сказать Оля Люба любовь пожалуйста у меня вот на прошлом занятии было очень яркое ощущение я чувствовала все это в образах это у меня было первый раз видимо еще и потому что слушала а не следила за текстом и у меня было прям все в картинках все так это ярко живо и это было у меня впервые это было очень здорово сегодня это продолжилось но это началось на прошлом занятии просто это мое присутствие я видела и Павла и все как он передвигался и прочувствовала насколько мы сейчас иногда стесняемся говорить о христе насколько они там были побиваемы понесли наказание зная что это все у них они это будут иметь но с дерзновением с такой смелостью все это говорили а сейчас вот я про себя говорю иногда не всегда можешь сказать кому-то о христе вот у меня такое было спасибо Люба я тоже хочу поддержать вот это переживание потому что я не только в этот раз может быть потому что это еще командное служение ты не сам читаешь писание а командой вникаешь каждое слово и я вдруг обнаружила что я там и на этих кораблях и вижу эту ехидну что я там нахожу что терплю этот холод и этот дождь когда ты сам уже участник этих событий это невероятное переживание я думаю вы понимаете о чем я говорю не просто увидеть со стороны как кино но и стать участником этих событий я например переживаю вот сейчас вот эти вещи это так обновляет слово которое читаешь мало того что оно озвучивается разными чтецами и это всегда свежо когда не сам ты привык уже к своему голосу даже если читаешь слух но слышишь это другими устами и при создании вот этих вот аудиофайлов где берут профессиональных чтецов которые и интернационные они не запинаются и грамотно прочитывают без всяких лишних слов и запинок этот текст я бы сказала что сильнее воздействие вот здесь на площадке потому что мы духовные люди и мы очень трепетно относимся к слову и это чувствуется вот я свое впечатление сказала поделилась потому что нечто созвучное прозвучало в Любином вот в этом примере хорошо дорогие если еще есть то мы можем еще одного человека послушать потому что мы вышли уже за рамки часа еще одному человеку мы слово предоставим и тогда уже простимся кто-то еще хочет сказать спасибо я немножко да Рухшин пожалуйста я не хотела сказать что когда я вас слушала я вспомнила в местописании написано что облако свидетелей окружает нас и когда мы читали про них пропало я прям почувствовала что они как будто присутствуют действительно на нашем собрании и действительно они и вот эта культура почтения к этим людям которые уже ушли и мне кажется это должно быть в нашем духе потому что я очень часто замечаю что нет вот этого понимания вот этих вещей мало ли какие-то ошибки они совершили что является для нас примером духовного роста и взаимоотношений с Господом мы не должны на это взирать и относиться с почтением к тем кто описан в Библии и они являются свидетелями при любом нашем упоминании их имен спасибо Рухшона слава Богу хорошо драгоценные мы с вами завершаем то что Рухшона сказала и у меня откликнулось то что на протяжении вот всего чтения я тоже видела видения очень яркие и пребывание там а сегодня зная что книга Деяния заканчивается мы ее дочитываем и я увидела такое видение как Павел и все те христиане того времени они вдруг повернулись к нам лицом вот это вот знаете как облако свидетелей и они нас благословляли это было так трогательно я просто сидела я даже сейчас сижу и я просто вот это благословение я вам передаю и сама принимаю просто слава Богу аллилуйя слава Богу все живы принимаем это благословение от апостола Павла от его староботника принимаем да аминь замечательная концовка нашего сегодняшнего служения слава Богу дорогие за это чудное действие которое мы с вами совершили с миром Божьим и всех благословений вам шалом шалом драгоценные субтитры